Продолжение следует... Не только, знаете, гормошка айсберга, а вообще все те, кто являются простыми членами партии Львова и хотят сегодня уступить. Я тоже подготовилась к выступлению и очень надеюсь, что мне тоже должно. Если не секрет, что будет в вашем выступлении? Мое выступление будет такое же, как я отправила телефонограмму в Синюю и Синяку в прошлый комник 8 дней назад, когда я написала, что сегодня необходимо садиться за стол переговоров, что та ситуация, которая сегодня на востоке страны, это зеркальное отражение той ситуации, которая сегодня есть в Киеве. И сегодня необходимо услышать каждого члена, сегодня необходимо решать вопросы по референту. И сегодня надо прекратить безобразие, что люди ходят по улицам и Киева, и Рома, и Львова, и Киева. Есть города Славянска и Краматорска, Дружковки. Многих городов ходят с оружием. Только у меня в городе изъяли 400 пистолетов и 20 автоматов, и это все раздали просто. Скажите, пожалуйста, вы видите выход из ситуации в федерализацию страны? Для своего города я не вижу. Для меня это сегодня, это крах. Потому что мы зарабатываем 90 миллионов гривен, а тратим 450 миллионов гривен. Для моего города самостоятельность это, ну просто нам придется закрыть половину школы, половину садиков, больниц. Когда-то мы были самым богатым городом в Украине, когда у нас работала керамика, когда работала у нас химическая промышленность, керамическая промышленность. Сегодня у нас за последние 20 лет все это уничтожено. Поэтому сегодня мы в очень тяжелом, плачевном состоянии. Те деньги, которые мы собираем, нам едва ли хватит заплатить только, ну не знаю, учителям, наверное. Скажите, какая сейчас обстановка в Славянске? Действительно ли там орудуют российские боевики? Может быть известно об этом? Ну вообще-то они это уже не скрывают. Они говорят о том, что мы, как, со спецслужб, ну они не работают уже там, но это большие работники спецслужб. Они говорят о том, что мы с Крыма, мы там навели порядок сейчас, здесь навели порядок. Ну скажем так, ситуация очень сложная. Вы считаете, что с ними можно будет договориться или необходим только силовой вариант? Я считаю, что нужно найти тех, кто их сюда прислал, и с теми договориться. Я думаю, это не так сложно. Дело в том, что они с нами не разговаривают. На нашем уровне переговоров нет. Поэтому они ждут переговоры совершенно с другими людьми, с президентом, с премьером, ну не знаю, с кем еще. Ну точно не со мной. Потому что я такие решения не принимаю. Я действую в рамках местного законодательства, законного самоуправления. И все делаю для того, чтобы в городе была вода, чтобы в городе был след, работали все учреждения. Я сказала, что служба безопасности порушила криминальное приважение против вас за секретизм. Какая ваша реакция? Ну я вообще-то сначала сказала, что я подам в суд на них за то, что они виноваты в бездействии. И я читаю, что они виноваты в том, что ситуация такая получилась у меня в городе и вообще во всей Украине. Ну сегодня мне перезвонили, сказали, что дело мое закрыто. Но я не думаю, что это связано с судом, я просто думаю, что они разобрались и сказали, что таких проблем сегодня уже у меня нет.